Здарова, друзья! Сегодня у нас офигенно крутой выпуск, который называется «Три вопроса начинающего фотографа к профессиональному фотографу». Видите, здесь есть стул. Это не просто так. Сейчас на этом стуле появится начинающий фотограф Кирилл. Он задаст три вопроса, которые просто никак не дают ему уснуть. Я сейчас щелкну пальцами, он здесь появится. Смотрите. Раз, два, три, магия! О, видите, ребятки, это Кирилл. Здорово! Привет! Он просто телепортировался из Липецка, понимаете? Вот сейчас там, это магия, новогодняя экстуда. Короче, ладно, ребят, это Кирилл. В общем, написал он мне в моем телеграм-канале, куда вы можете зайти. Там все про фотографию. Я там бесплатно вам помогаю, даю советы. Там есть про обучение, свет, все. Скидки на автотехнику, заходите. Он, короче, в телеге мне там написал, Володька, давай встретимся, пожалуйста. Я буду в Москве, я хочу задать им несколько вопросов. И я подумал, а что бы нет? Молодому поколению помогать, понимаете, это же самое то. И знаете, что он купил себе камеру, да? Да, приобрел буквально вот часов 10 назад. По скидке, которая есть в моем телеграм-канале, ребятки. Так что можешь зайти в тележку, там закрепь есть. Показывай, что купил. Сапог R10. Сапог, видите, он даже слова какие-то употребляет. Да-да-да. Какая задача была про камеру? Расскажи по-быстрому. Задача, в общем-то, помимо коммерческой съемки, просто иногда фоткать друзей. Вот, что-то такое, то есть, ненапряжное. Вот. Но большинство, в общем-то, фотографий, которые я планирую на нее делать, это будут, конечно же, фото, с помощью которых я буду зарабатывать. Вот. А почему же Canon? Во-первых, они невероятно эргономичные. А когда долго работаешь, эргономика это очень важно. Правильно же? Think about it. Вот. И также, что мне лично нравится, это то, что тут огромный парк оптики. Пожалуйста, навешивай что угодно. Бери переходники, бери от зеркалок объективы 300 штук, бери RF-овские объективы. Можешь взять богомерзкие EFM. Знаете, почему он такой вот прошавен? Потому что он мои ролики на YouTube смотрел, поэтому захотите тоже смотреть. Вот. Ну, собственно, были вопросы по поводу тушки. Потому что камер тоже много. Ну, естественно, я обратился к кому? К Владимиру. Мы немножко на эту тему побеседовали. Пришли к разным выводам. Да, да, ребят. Я немножко там подзадумался. Думаю так-так-так-так-так-так. На самом-то деле, вот это реальная проблема. Многие люди думают, что вот типа камеру легко купите. Но камера, это же не просто камера. Это вот не просто, грубо говоря, один фотоаппарат, понимаете? Это же еще оптика. Это еще куча-куча всего разного. Поэтому, когда вы убираете камеру, вы должны понимать, для чего вы ее покупаете. И что вы будете в будущем покупать. Вот он сразу сказал про переходник, про оптику, про кучу объективов Canon. И это очень хитрый ход. Потому что ты покупаешь себе камеру. Может быть, чуть-чуть дороже. Или, может, какую-то камеру, которая тебе кажется не такая симпатичная. Но в конечном счете ты выигрываешь. Потому что у тебя есть куча объективов. У тебя есть куча классных решений. Поэтому не надо покупать оптику. Или не надо покупать камеру, когда просто вам нравится дизайн. Или кто-то какой-то блогер вам посоветовал. Бери вот эту камеру. Нужно всегда подумать, а вам она лично подходит. Поэтому держи свою камеру. На самом деле, маленькая вставочка, ремарка. Кирилл просто опоздал на встречу на 3 часа. Потому что он уехал в другую часть Москвы. Потому что он перепутал адрес. И я ему сказал такой важный совет. Все фотографы должны это понимать. Короче, надо обязательно всегда проверять адрес очень внимательно. Особенно в Москве. Потому что есть куча подобных адресов. Ты можешь уехать не туда, когда у тебя, допустим, съемка свадьбы. А ты на другом конце Москвы. Это не очень хорошо. Мы, короче, не готовились. И я не знаю, что он будет спрашивать. Поэтому я буду отвечать сразу, как есть. И это не какая-то постанова. Вопрос первый. Что лучше, импульсный свет или постоянный? А какие у тебя задачи? Подожди. Для чего ты? В студию будешь снимать? Ну вот да. В студии есть свет обычно. Вот было пару раз, что свет был. Но получалось... А для чего у тебя? Для фотографии? Да, для фотографии. Ну, допустим... Импульсный или постоянный свет? Ну, очевидно, что тебе нужен импульсный свет. В чем момент важный по поводу импульсного света и постоянного? Как бы импульсный свет — это вспышка, которую ты нажимаешь на кнопочку, и она вспыхивает. И, соответственно, она дает маленький импульс. Импульс короткий, но он мощный. И фишка импульсного света, что он в разы мощнее. То есть даже вспышка 200 джоулей какая-нибудь не супербольшая, как там, не знаю, вот есть у Годекса вспышка, да, Д200, малышка, хорошая, да? Она вот, к примеру, дает 200 джоулей, и это хороший вариант. Но если ты возьмешь такую же по мощности постоянный свет, он же будет долго светить, им нужно будет внуть кучу энергии, то есть ты не сможешь его питать от маленького аккумулятора. То есть еще в момент он будет тебе слепить в глаза. То есть это, ну, куча нюансов. То есть поэтому импульсный свет, он вообще, поэтому всегда хорош. То есть он есть в студиях, да, он просто решает задачу для фотографий. Он замораживает фотографию, потому что у него есть время импульса. То есть оно само по себе у него, там, в зависимости от мощности, там, одна, там, допустим, тысячная секунда, там, можно сделать более короткую в современных вспышках, да? И получается, что ты получаешь, ну, фотографические плюсы. Это скорость импульса, это большая мощность. Если хочешь вспышку, возьми вспышку. Да, вообще это важная вещь, кстати, ребят, для фотографа. Эта вспышка нужно иметь обязательно внешнюю накамерную вспышку. Просто если вы хотите работать, если ты хочешь фоткать, почему тебе нужна вспышка? Потому что ты будешь снимать репортажку какую-то, ты будешь ее направлять куда-то в потолок. Либо где-то бить ей прямо в глаза и делать фотки в стиле Марио Тестина. Вот, посмотрите на эти фотки, видите, пил-пил, они классные. Это получается, когда вспышка бьется прямо ровно в лицо, да? И она нужна. Прикинь, как ты это будешь делать с фонариком? Ты будешь ходить с фонарем. Ребятки, привет, я вас пофоткаю сейчас, давайте, погодите, ну, это же как бы нелепо. А вспышка пил-пил, раз-раз, и поможет решить задачу. Короче, вот, конечно, только импульсный свет. Постоянный нужен для видео, ну, еще очевидно, вот мы сейчас снимаем, у нас постоянный свет. Он нужен для видео, вот, и это как бы, да. Все, зафиксировали. Так, когда я у тебя консультировался по поводу камеры, ты говорил, что фулл-фрейм, прям вот если нужна, как сказать, цель поставлена, заработать денег, ты сказал, что фулл-фрейм. Да. Почему вот конкретно фулл-фрейм, он именно для зарабатывания? Что в нем такое, чем он лучше, фропа, что? На самом деле, момент какой? Фулл-фрейм камеры, они имеют матрицу, для которой есть большое количество объективов. И ты правильно заметил, что оптика – это важная часть. И ты выбрал камеру, понимая, какую оптику ты будешь покупать. На фулл-фрейм с этим проще. То есть ты, допустим, говоришь, окей, я хочу зарабатывать бабки, я, допустим, что ты можешь делать? Ты можешь очевидно снимать людей, семейные фотографии, какие-нибудь свадьбы. Это самая общая такая, ну, развитая тема. И чтобы тебе делать красивые какие-то семейные фотографии, тебе нужен фикс, к примеру, 50 мм, с диафрагмой 1,8 хотя бы. Лучше 1,4 или 1,2, да, или 85, там, 1,8. И вот эту картинку на фулл-фрейме получить в разы легче, потому что есть куча недорогихих объективов, есть хорошая оптика, есть там банальный 70-200, про который у меня есть выпуск вот здесь. Вот посмотрите, это просто базовый объектив. Его нету на кроп. Да, он есть такой же типа 17-55 с диафрагмой 2,8, но эта диафрагма 2,8 на кропе превращается в диафрагму 4, которая на фулл-фрейме. То есть у тебя меньше размывается фон. И как бы, да, это не важно, ты скажешь, да что, размытие фона, это полная херня. Но фактически, когда ты работаешь с обычными людьми, ну, ты же, типа, ну, ты начинающий фотографий, ты же не пойдешь сразу снимать там какую-нибудь GLO, да, к примеру? Ну, очевидно. Ты будешь фотографировать, зарабатывать деньги, там, какой-то опыт, да. Ты придешь на какое-то там заведение снимать там репортажку. И когда у тебя вот в обычном месте, в обычных реалиях жизни фон не размытый, а такой вот, ну, более четкий, эта фотка похожа на какую-то менее профессиональную. И обычные люди, они как бы это считывают как, ну, менее симпатично. Да, пока не важно. Да, это как бы, ну, это типа просто как специя какая-то, но это большое значение имеет в работе в общем. То есть, если все усреднить, смешать, то хорошо бы на фоточках такой приятно размытый фон. Это прям важная тема. Ну, и второе, это то, что эти камеры full frame, они обычно более профессиональны. У них там и автопокус хороший, и все как бы сделано поудобнее для работы. Но это не значит, что нет хорошего кропа. Вот ты взял, допустим, R10, это один из лучших кропов. Есть R7, она подороже, но она типа очень круто снимает видео еще. То есть, вот R7, это типа как вот R8, они две камеры такие похожи. У нее даже стабилизированная матрица, пушка, но она достаточно дорогая. Ну, сколько она стоит? Смотря, конечно, зависит от магазина и от наличия у вас скидки, но они плюс-минус там одинаковую цену просят. Там от 100, я смотрел за R7 от 100, но это серые, параллельным опытом завезенные, скорее всего, без гарантии, соответственно. Вот, и вплоть там до 150, там разброс такой. не зависит, где берете. Цены разные. Поэтому кроп — это норм. Но поработав с фулл фреймом, ты такой, я не хочу этого. Потому что, причем, ты можешь взять там ту же самую R8 и надеть на нее полтинник 1.8. Малыш, маленький. У тебя будет маленькая камера, которая снимает и широко. А, еще, финальный момент. У кроп матриц основное отличие что? Это кроп. Получается, что у вас меньше широкого угла в кадре. Получается, как бы вам сложнее получить широкоугольную картинку. Это вот такое основное отличие. Да, есть объективы, но это все, получается, всегда будет проигрывать по фрейму. То есть вот они как бы есть, но они будут технически проигрывать. Потому что будут, ну, как бы немножко не такие, как бы качественные. Да, конечно, в кино есть классная оптика, кинооптика и прочее, но это все уже отдельные истории, там объективы очень дорогие. Но это только в широком угле. А если мы берем, если нам нужно большой фокусной расснять, там, получается, они наоборот должны давать больше. Кроп будет давать преимущество, если тебе не нужно боке, и если тебе нужно максимальное увеличение. Допустим, ты снимаешь какую-то суперудаленную историю, вот, ну, там, не знаю, птиц там где-то вдалеке. Спорт, новый день. Ну, да, но ты все равно придешь к, чаще всего ты придешь к полному кадру, потому что все для него, как бы, создано, заточено. Вот эти все объективы 70-200, 2.8, они как бы, да, да, ты можешь поставить его на Кроп, и тебе в каких-то ситуациях Кроп будет лучше, там, да, допустим, не знаю. Ну, я, честно, не использую, потому что я снимаю людей, мой канал в основном про съемку людей и всю эту историю, поэтому здесь всегда лучше иметь фо-фрейм. Он просто удобнее, как бы, вот в работе, в каких-то маленьких нюансах. Но основное, я тебе сказал, это оптика. Понял. Где вообще получать знания в плане о фотографии, о, там, композиции, о той же технике, вообще о всем, помимо вот YouTube-каналов? В теории это где-то можно? Важно понимать. Это прикольный вопрос. На эту тему у меня есть ролик «Как прокачать насмотренность новичку». Посмотрите его обязательно. Хороший ролик. Кстати, хорошие ролики мало просмотров часто занимают, такие умные. Логика в чем? Вот ты, короче, новичок. Что тебя делает новичком? По факту, тебя делают новичком твои отсутствующие знания и опыты. Ну, то есть, это факт. Чтобы тебе стать крутым фотографом, тебе нужно, с одной стороны, развить какой-то внутренний бэкграунд, чтобы ты просто, грубо говоря, для начала помнил кучу разных крутых фотографий. Просто помнил. Вот мог их там нарисовать визуально. Ну, там, как-то. То есть, ты прям мог их описать. Плюс ты, допустим, поработал на съемках и знаешь, что нужно приезжать вовремя, что, как сегодня, тебе нужно проверить адрес, не уехать в другое место и не потерять 3 часа своего времени, да? Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать более унижение. Вот эти все нюансы складываются вот в этот профессионализм. Получается, тебе нужно, с одной стороны, изучать искусство, изучать обязательно картины. Почему? Потому что это более высокий, более глубокий уровень искусства. Там очень большое количество нюансов. И ты должен как бы вот эту внутреннюю сложность развивать в себе. Потому что, если ты не знаешь, там, что такое Ван Гог, или почему там он особенный, даже ты не можешь это прочувствовать. Ты не понимаешь, каково это. У тебя нет внутреннего языка, внутренней сложности, чтобы что-то создавать. А крутые фотки, они же создаются людьми не просто, типа, ты такой пришел, там, щелкнул, там. Нет. Ты же понимаешь, что ты делаешь. Ты понимаешь, какой цвет, какой образ, как работать с моделью. Но это, короче, такая большая объемная история. Поэтому коротко, если то, это смотреть искусство, разбираться в живописи, изучать историю искусств. Кто, почему, как. Не просто даже им там даты, а просто хотя бы свое отношение. Это типа, ты как бы понимаешь, а что тебе нравится из искусства? Ты вообще какое смотрел? Какие сочетания цветов, тебе нравятся? И это все вот такая вот история. Второй момент. Техническую часть изучать, понятно, то есть ты должен знать свою камеру, просто чтобы она тебе вообще на это время не тратить. Ну, то есть как писать просто, да? Ты видишь какие-то фотки крутые человека, который прошел огромный путь, и ты такой, блин, я хочу это повторить. И ты учишься, повторяя что-то. И тебе нужна вот эта вот палитра красок, а это всегда какие-то образы. То есть ты не можешь там жить где-нибудь в пустыне и там что-то создать, ничего не видя. Ты должен смотреть на искусство, смотреть на фильмы. Где-то ты возьмешь из кино какую-то штуку, где-то ты возьмешь там что-то еще. И это все комбинирует, и ты создаешь такой большой винегрет крутой фотографии. Короче, это на самом деле самый важный вопрос, который действительно вам может показаться странным таким и не очень очевидным. Ну, вы, может, ждете какую-то кнопку особую, но фактически это так не работает. Ну да, ты сам должен, в общем-то, себя воспитать как фотографа. Ты как бы тут разговор не про воспитание, а как будто бы про, знаешь, наполнение внутреннего мира. Ты как бы, ты воспитываешь, ну, слово воспитать, это типа из собаки воспитать воспитанную собаку, которая умеет выполнять. Представь себе, ты искусствовед, и тебя попросили сделать портрет. Ты вообще не фотограф, но ты искусствовед. И тебе говорят, сделай портрет вот этой женщины. А такие какую фотку ты сделаешь? Ну, велика вероятность, что ты сделаешь крутую фотку. У нас здесь в группе... Начинаешь вспоминать какие-то такие референции. Да, у нас в группе есть люди, допустим, девушка есть, она занимается керамикой. И она вот выложила свои фотки, она начинающая фотография. Но по ним сразу видно, что человек с бэкграундом. У нее цвет другой, композиция другая. Понимаешь, что она как бы чувствует это по-другому. А с другой стороны техническая часть. Это уметь выставлять цвет, понимать правила композиции. Просто для начала что-то простое. Поэтому говорю всем начинающим фотографам, попробуйте сделать простой портрет. Классически. Вот у меня есть там фотография, одна из первых, я вот ее покажу сейчас, вот несколько фоток. Это мои первые фотографии. Вот я там фотографировал знакомого режиссера, вот, в Новосемирске. Я стремился к какой-то базе. То есть ты сначала делаешь какую-то классику, пытаешься овладеть техникой. Ты овладел техникой портрета, потом ты начинаешь дальше что-то добавлять. Нельзя сразу брать неоновый свет. Можно взять неоновый свет, что-то там выдумывать, но шанс того, что ты сделаешь что-то вменяемое, маленький. А перед тем, как готовить какое-то сложное французское блюдо, ты должен научиться жарить яичницу, понимаешь? Понимать, как она переворачивается, ощущать эту сковородку. И это вот так же с фотографией. Вот. Поэтому тут нету такого вот суперсовета. Ты просто берешь и делаешь это постоянно. Поэтому нужно заниматься тем, что тебе нравится. Наконить какие-то, вот знаешь, триггерные для себя вот такие истории. Дядя. Снег с ним. Ну что, наш выпуск подходит к концу. Поставьте лайк, пожелайте Кириллу удачи. Ему всего 17, и он будет рад, если вы поставите лайк этому видосу. Создайте вопросы в комментарии, какие у вас есть. Вот. И отправьте этот кудо своему другу, который тоже увлекается фотографией. Вот. Я вам хочу пожелать, знаете что, друзья? Вы обязательно должны больше делать попыток. Верьте в себя. Вы можете много больше, чем вы думаете, потому что вам нужно обязательно пробовать делать фотографии. Пробуйте. Даже если у вас не получается поначалу, это нормально. У меня тоже все не получалось. Я делал ужасные фотографии. У меня был момент, когда я сфотографировал. Ой. И мне сказали, это такой ужас. Зачем мы к тебе обратились? Это было мне один раз в жизни, но это было отвратненько. Это было очень грустно. У меня было один раз в жизни, когда мне сказали, это ужасно, эту фотку надо удалить. Так, короче, рубрика ужасные фотографии. У кого были ужасные фотографии? У меня были ужасные фотографии, когда я свадьбу снимал. Первый раз. У меня, получается, тоже... Свадьба? Свадьба. И, короче, у меня... Знаете, почему это произошло? У меня это произошло, потому что у меня не было техники своей. Ничего не было. Это, кстати, причина покупать нормальную технику. Если нужна скидка, заходить в телегу в закрепе, там есть скидка на технику и консультации. Но я тогда был тупой. У меня, короче, не было камеры нормальной. Я, короче, снимал в ЗАГСе на ширика, на широкоугольный объектив. Все было плохо. У меня еще не было нормального портретника. Я всю свадьбу отснял на какую-то херню. Я фотки вам не покажу никогда эти. Потому что они у меня есть, но это было ужасно. Да, похоже, истории у меня света нормального не было. А без света там получилось, что там просто пол лица освещено, половины нет, и там невеста такая получилась. Что она сказала? Про эту фотку не сказала. В общем, там какие-то прям понравились, какие-то говорят, ну, вот этим мы не будем никуда девать. Даже детям не будем показывать. Сожжем их просто. Ну что, ты молодец, давай, удачных тебе фоток подравляем с камерой. Главное, херащи, делай фотки, смотри картины, вот, фильмы, вдохновляйся, сохраняй себе на Пинтерест фоточки. Крутые. Не все подряд. Нужно чистить референсы. Не нужно собирать все подряд. Нужно что-то прям вот самое крутое. Вот. У крутых и зарубежных фотографов. Да. Всех, короче, обнимаю, ребятки. Сердечки, любовь и хорошее настроение. Представляете, он в два раза даже больше моложе меня. Теоретически, ты бы мог бы умнить моим сыном. Представляешь? Почему теоретически? На самом деле... Нет, это вопрос. Я и так все знаю. Можно домой? Я уже хочу домой. Я уже просто встал. Так, камун.